После просмотра фильма «Люси» моя мозговая активность увеличилась с 10 до 30%. Это позволяет мне контролировать то, что вы видите на своем экране. Лёк Дессон Скарлетт Йоханссон, которая все ждет свой золотой глобус, Морган Фриман, который все объясняет, Чэмэн Сик, и за него я и пошел на этот фильм. Кстати, было обидно, что одному из лучших актеров Южной Кореи не дали ни одной реплики на английском или французском. Впрочем, может он и сам не захотел. Иностранные языки не самая сильная сторона азиатов. Я будто что-то упустил. Что-то такое... Ах да! Мысль! В конце фильма Люк Бессон показал нам несколько красивых образов, похожих своими аналогиями на видеоклип, в котором вложена некая мысль, а зрителю самому предлагается ее найти. Трюк дешевый, но от этого не менее эффективный. Что же касается теории о том, что мы используем только 10% своего мозга, то это миф. Но так как сам режиссер об этом знал, то я не буду придираться к заведомо ложной предпосылке. Итак, подведем итоги. Качественный видеоряд? Есть. Неплохие актеры? Есть. Довольно простая, но все-таки мысль? Есть. Так что, если вы хотите собраться вечером и подать гостям развлекательную фантастику с ароматом Люка Бессона, то это удачный выбор. С вами был Сергей Крис. Без ко. С вами был Игорь Негода.